На предвыборном митинге в Гринсборо, штат Северная Каролайна, Дональд Трамп задался вопросом, употребляет ли Камала Хэррис алкоголь или наркотики в качестве допинга перед интервью или своими выступлениями на ралли. Трамп сослался на интервью, которое Хэррис дала программе 60 минут CBS 7 октября, поскольку даже после монтажа оно продолжало выглядеть довольно глупым, а затем перешел к вопросу о том, есть ли у нее проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами. По данным сайта Polymarket, на котором люди делают ставки на победу в выборах президента США в 2024 году, Трамп лидирует с почти 64%. За Хэррис же пожертвует своим долларом готовые всего чуть более 36%. Неутешительные данные других опросов, The Economist дает 56 голосов из 100 опрошенных Трампу и 44 Хэррис. Факс Ньюс даже в опросе с Латинос выдают 49% Трампу и 38 Хэррис. У Трампа резко растет популярность и среди чернокожих, при этом сразу 70% населения уверены, что США движутся в неправильном направлении под властью Демпартии. Другое дело, что корпоративные СМИ пытаются выдать информацию о том, что разрыв минимален, но так проще будет объяснять фальсификации. В CBS 60 минут брали интервью. Хэррис очень плохо выступила. Она давала ответы даже не в попад. Со мной такого никогда не случалось. Почему это происходит с ней? Корпоративные СМИ ей очень даже лояльны. Как можно было добиться такого результата, что ответ был настолько негодным, что его даже пришлось заменить, взяв фрагмент с другого ее интервью. Они убрали записанный фрагмент. Выкинули в корзину. Даже не смогли отредактировать. Просто исключили. Ее ответы длинные, глупые. Она буквально ничего не знает, куда она лезет. Вероятно, она пьет или принимает наркотики. Я не знаю, понятия не имею. Сама же Камала зажигает на своих ралли, обнажая свои психологические проблемы еще больше. Если даже Джимми Картер смог участвовать в ранних голосованиях, то вы тоже сможете. Камала Харрис продолжает преследовать также скандалы с плагиатом. Выяснилось, что она не только заполняла книгу свою абзацами из Википедии, но еще будучи прокурором, воровала тексты выступлений у других юристов. Даже на то, чтобы вынести правовое заключение, у нее ума не хватало. Она и прокурором стала только лишь по квоте, как темнокожая женщина из семьи иммигрантов. Никакими реальными талантами Харрис не обладала. Из нее вышел скверный прокурор и еще более провальный политик. Неудивительно, что попытки выступить на публике превращаются в трагикомичный сюр для Харрис, а ее заставляют зубрить готовые методички. Любопытен настрой молодежи. У Харрис здесь имеется преимущество над Трампом. Сказывается отсутствие политического опыта и левое образование. Но даже здесь поддержка Харрис проявляется только среди девушек. А вот парни-зумеры раскололись ровно пополам между Трампом и Харрис. В целом отношение молодежи к Демпартии хуже, чем было в 2016 или в 2020. Поэтому Демпартия давно уже использует грязные и незаконные методы ведения предвыборной кампании. Предвыборный штаб кандидатов президента США Дональда Трампа обвинил лейбористскую партию премьер-министра Великобритании Кэра Стармера в вопиющем иностранном вмешательстве выбора США после того, как в колеблющихся штатах США высадился британский десант из лейбористов, помогающий агитировать за Харрис. Они уверены, что с Камалой Лондона будет гораздо проще вести дела. К тому же ее предки родом из бывших британских колоний Ямайки и Индии. Компания Трампа подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию в Вашингтоне, призывая к немедленному расследованию того, что она назвала очевидными законными пожертвованиями иностранных граждан, сделанным лейбористской партией Соединенного Королевства. В жалобе цитировались сообщения СМИ, теперь удаленный пост в Линкен-Линс Софи Паттель, руководитель оперативного отдела лейбористской партии Великобритании, которая написала, что почти 100 нынешних и бывших сотрудников лейбористской партии поедут в США в ближайшие недели, чтобы помочь в выборах Харрис. Ну а политтехнологи премьера Стармера вовсю делятся своим опытом недавней победы на выборах с Демпартией. Они же ведут атаку на Илона Маска, экс-бывший Твиттер. Только ставка на одну лошадку в президентской гонке с США может выйти боком Лондону, если Харрис все-таки проиграет на выборах. Причем лейбористы выбрали самый неудачный момент, чтобы пойти в вабанг за Харрис. Опросы, как и статистика раннего голосования, рисуют очень тревожную картину для демократов. Харрис явно теряет инициативу, а в ее штабе уже паникует из-за коллапса своей поддержки на Среднем Западе. Теперь же лейбористам через BBC пришлось оправдываться за свои действия. Хотя оправдания получились так себе. Ну, частные лица сами решают, как они используют свое время и свои деньги. И нет ничего необычного в том, что сторонники партии в одной стране идут и проводят кампанию за родственную партию в другой. Это происходит во многих странах, однако ничего из этого не было организовано и профессионально самой лейбористской партией. Это отдельные люди, которые делают свой выбор, поскольку они свободны в принятии решений. Ключевым моментом здесь является то, что правительство этой страны, которая сейчас является лейбористским правительством, будет тесно сотрудничать с теми, кого народ Соединенных Штатов выберет своим президентом в ноябре. Потому что у страны США есть давние особые отношения, оно будет продолжаться и в будущем. Эти отношения между США и Великобританией будут продолжаться, кто бы ни был избран президентом. Но на самом деле каждый сам решает, как ему тратить свои деньги в свободное время. И люди переезжают из одной страны в другую, чтобы поддержать или помочь партии. Это обычно. Я, конечно, думаю, что он захочет крепких отношений премьер-министром Соединенного Королевства. И для господина Трампа нет ничего необычного в том, чтобы использовать красочный язык. Он сейчас участвует в избирательной кампании, но американский народ сделает свой выбор в ноябре. И какой бы выбор они ни сделали, премьер-министр Соединенного Королевства Кейр Стармер будет тесно сотрудничать с ними, потому что наши отношения между Великобританией и США выходят далеко за рамки отношений между отдельными людьми. Комментарий был очень похож на путинский. Типа, нас там не было, а те, кто был, они, в общем, никакого отношения с партией не имеют. И это их личное дело. Вмешиваться в американскую политику тоже дело привычное для Лондона. Но и Трамп в случае победы наверняка будет дожимать лейбористов, как и помогать своему другу Найджелу Фараджу, который серьезно настроен подорвать политическую систему Британии со своей партией реформ. Инициативы Трампа пользуются популярностью. Большинство американцев поддерживают массовую депортацию нелегалов. Миллионы, которых были запущены в США администрацией Хэрис Байден, даже кандидаты в Сенат от демократов пытаются рекламировать свою поддержку идей Трампа. Далеко не всем из них хочется пойти на дно, если компания Хэрис продолжит терять обороты. Как вы знаете, она изменила 15 различных элементов политики. Она выступала за смену пола заключенным по их желанию за счет налогоплательщиков. А теперь она говорит, нет, я не думаю, что это хорошая идея. Я имею в виду, что когда вы говорите о добыче сланцевой нефти, она сказала, что она не будет ее добывать. У нас есть 25 рекламных роликов. Мы ставим иногда одновременно то, что она говорила и то, что она говорит. Сейчас она утверждает, что она одобряет добычу сланцевой нефти и думает, что это замечательно. Хотя сегодня тоже, правда, выяснилось, что у них произошла неприятная вещь. Один из ее людей в штабе сказал, что она, по сути, против добычи сланцевой нефти. Очень интересно, какого же реального мнения она придерживается. Она против всего того, что происходит с нашей землей. Вот вы знаете, Германия только что через это прошла. Они почти уничтожили себя в энергетическом плане, попали в энергозависимость. В ситуацию, где повсюду ставили ветряные мельницы, думали, что их спасет сильный ветер. Если бы они продолжили этот процесс, Германия прямо сейчас была бы уже совсем разорена. Вот я думаю, что это одна из главных причин, по которой Ангел и Меркель больше нет на своем посту. Они попробуют. У них была солнечная энергия, у них были целые поля, занятые солнечными батареями. Но огромные заводы, предприятия разоряются из-за этой политики. На днях я видел, как выглядят поля с солнечными батареями. Это больше меня напомнило пустыню. Я никогда не видел ничего подобного. Там все из стали, стекла и проводов. И это выглядит как ад. Животные и птицы страдают. В чем же здесь экология? Знаете, для экологов на самом деле это просто ужас. В этом роде они тоже сами противоречат себе. Я смотрю на эти простирающиеся на многие мили уже буквально пустыни. У нас есть энергоресурсы прямо под землей. Природный газ. У нас есть нефть. У нас были самые чистые добычи, которые когда-либо были во всем мире. И у нас было бы больше рабочих мест и больше производительности. Притом при всем у нас были самые низкие налоги за всю историю. Продолжение следует...